Всем привет! Вы слышите и видите Алексея Халецкого и продолжается восхождение Австралии на вершину Olympus Seedmare Civilization 6 на уровне сложности божество на гигантской карте. И если вы не видели предыдущие серии, то лучше перейти к первой, ссылка есть в описании, либо в прикрепленном комментарии, ну а спонсоры все серии видят сразу. Вкладки сообщества, спасибо им большое за поддержку. Что ж, началось у нас новое время, хотя мы уже практически в информационной эре находимся. Что нам тут взять? Наверное, уже в данном случае лучше производство. Тем более, кампус дает не только науку, но и производство. Сейчас посмотрим, сколько кампуса нам будут выдавать. О, 10 производства здесь, а это, так, на минуточку 10% от всего. Здесь у нас 16 производства, зашибись, как говорится. Построены космопорты в некоторых городах. Так, и я вообще пытаюсь... Так, а что мы тут открыли? Почему у нас? Позволяют взять коммунизм. Идем, выжженная земля. Да ничего мы тут вроде не открыли. Что нам тут предлагают взять-то, я не пойму. Учетные банки. Кстати, давайте учетные банки таки поставим. Я в прошлый раз забыл это сделать. Место влияния нам послы уже не нужны, мне кажется. Особо. Подтверждаю. Так, тут мы уже все плотины построили. Тоже молодцы. Так, я хотел вот этого ученого на информационную эру. Я читаю проекты, но не во всех городах. Давайте в Хатусе тоже продолжим. Тут бы я, наверное, купил колесо обозрения и аквариум. Хотя 8 удовольствия, это вообще выше крыши того, что требуется. Так, угольная, наверное, нет. Слушайте, а может я какую-нибудь нефть покупать? Нет, никто сейчас не продаст нефть. Всего 7 штук. 7 штук, да. Не продает парень. Рабочий. Я тут реально все уже улучшил. Просто все. Куда идти? А, у нас вообще тут еще этот есть. Два заряда, возможно... Да, ну давайте... Так, а посел у нас где? У нас еще был посел. Припрятан. Господи, какие странные перемещения компьютер для него делает. Идем за рабой, за этим, за военным инженером. Тут он сделал, я все надеюсь, в затерянном мире поставить город. Так, прокачано на хищение средств. И давайте диверсию на производство возьмем. Так, ставим исследовательские гранты везде. Там очень важный ученый, который дает ускорение для всех технологий информационной эры. Просто везде исследовательские гранты. И два хода до открытия всей карты. Крати можно, наверное, возвращать... Ходная башня Хайс стоит. Возвращать все корабли, которые где-то плавают. Броненосец. Давайте сюда. Дальше. Галера. Дать-ка я ее апну. А, до броненосца. А, нет, до броненосца не хочу. Так, но она будет оплывать вообще... А, подожди, так можем дождаться, когда растают льды вот здесь. Просто давайте вот сюда и подойдем. Галерой. Так, броненосец, галера, фрегат. Где у нас тут плавает? Возвращайся в родные пенаты. Дальше. Это каравелла. Тоже. Давайте сюда дождемся, когда все растает. И... Да, и все похуже. Да, нормально. Все остальные на месте. Ну вот, смотрите. Вижу уже... Ну ладно, сейчас мы дождемся запуска спутника. Просто посмотрим, как медленно компьютер расселился в итоге. Блин, слушайте, я сейчас запущу спутник и вижу, что здесь находится. Еще до того, как прибудет этот инженер. Не, ничего, ничего. А, киты у него есть. Подожди. Давай-ка. И мрамор еще. Давай-ка мы... Так. Господа... Ааа! Как тут дебильная отмена сделана? Шестая цива. Возьми, но по счету... Каждый ход повторяет. Так. Данный игрок генерирует 100% претензии. Не знаю, давайте на Вавилон кинем. Там он со многими воюет. Так. Культурный захват на себя. Два очка победы себе. И всемирная выставка вполне. Ну, там дипломатия сегодня не может победить. Там слишком много очков надо. Для этого дела. Я генерирую на 100% больше. Ну, блин. Так. Культурный захват Эфиопия. Алантическая победа Вавилон. И всемирная выставка идет. Давайте глянем, что там всемирная выставка. Так. Заход от мародерства. Создание посередине. Это все нафиг надо. Что она дает? 1 очка, 90 и 100 очков великих людей. Ну, в принципе, да. Можно будет... Попробовать победить. Да, ну здесь пока. Ну, мы все равно сюда ведем. Потому что откроется... В следующем ходом откроется вся карта. Увидим, что здесь. И посева пока туда. 6... В каком-нибудь... Говенот Женева дает 15% науки, когда я не веду. А я ни с кем не веду. Давайте Женеву союзить, я думаю. 15%... 748 науки. Так. 1 ход, 1 ход. Ну, давайте уран, да. Откроем. Просто тут все ускорение для всех тех будет. Нормально? Нормально вообще, ученые? Это вообще баланс или как? Похитить нечего. Ну, давайте докачаем уже. Полностью. Сулейман Менелику объявил войну. Давайте мы не будем продолжать союзы. Я вот так думаю, чтобы в войны не вступать. Лучше будем союзить с Женеву и использовать ее. Так, что у нас тут? 36 ходов. Но это опять же, если мы везде делаем проекты научные. Итак, сейчас будет запускаться... Так, вот сейчас надо поторговать. У меня счастье уходит. Нормально. Еще один краситель есть на торговле. Там явно что-то у Эфиопа, по-моему, было. Нет, у Галла, у Галла что-то было. Спутник запускаю. По моей стране все еще пророки ходят. Пытаются... Пытаются... Да ладно, Женеву перекуй. Вот твари какие-то, а, бездушные просто. Везувий... Мототепила. Запустили спутник и... Давайте быстрее посмотрим. Уран открыли. Да, расщепление ядра. Спасибо. Дайте посмотреть. О, а тут нету ничего, прикиньте. Боже, первый раз вижу такую... Столько горно генерировано. Я так надеялся, что там можно попасть. И что-то делать. А там ничего. Просто ничего. Австралия жила надеждой на неизведанные территории затерянного мира. Что мы сможем там найти динозавриков. Пожамкать их. Почеломкать. Хрена. Пусть у нас бессмысленный поселенец. Так, давайте тогда этого военного инженера мы поведем куда-то ставить... Вот сюда. Ставить пусковую шахту для ядерных ракет. Надо выкупить эти клетки, кстати. Просто, чтобы они хатуси доставались. И можно вообще рабочего сделать. Не даже не сделать, а купить просто рабочего. Хищение технологий. Ну, с другой стороны, а нафига мне это похищать? Робототехнику, если я получу ученого, который мне ее просто даст. Пока есть лидерские гранты. Не хочу научную экспедицию. Так, Женеву давайте под свой контроль. Извините, она 86 науки нам дает, считайте. На ровном месте. Давайте я верну его. Я понимаю, что он вообще не прокачан на антишпионскую деятельность, но третий уровень шпиона, посадив в космопорт, это будет неплохо. Так, уж у меня все города на исследовательские гранты. Нет, в Балварте. С Хамурапи союз истек. Тем более, с ним не буду продлевать, потому что... Слишком... Так, мы рады сообщить миру, что нас объединяет. Да, дружбу можно. Просто, чтобы мне в войны не вступать, если кто-то им будет объявлять моим союзникам. Да, дружбу я готов. Хаммерсли, господи. Такие горы. Такие горы были. Скинерированы. Так, на контрразведку. Космопорт. И я бы еще одного шпиона сделал в промышленную зону, еще его определил. Так, сколько у нас там? Девять ходов. Нет, надо продолжить. Пока. Так, тут мы ждем таяние ледников. Сколько еще? Два хода. Ну, наверное, пока только вот эти и ставят. Хотя, надо посмотреть. Хочу глянуть чисто, как они будут таять. У меня 1041 веры, можно и прикупить. Так, вот этого флотоводца мы, наверное, не будем брать. Нафига мне плюс 6 единицы лояльности в ход. Ну, типа, я пропущу его просто. Опять Женеву. Да какая тварь ее перекупает? Мансамуса. Мудила. Ты ему войну объявляй. Так, я смотрю, чтобы тут информационные эры пока ничего не открывалось. Да, кстати, а что с ураном? Это все, гражусь ядерки бросить, но... У нас может быть вообще всего 11 источников. Вообще не рядом. Вообще не рядом. Два урана у Шумера. Корея. У Кореи три урана. Нормально вообще? Ооо. Ну, что мне теперь ядерку не бросать, что ли, в этой игре? Не понимаю. Уже кати можно вернуть к себе. Мне уже бессмысленно будет у кого-то там что-то красть. На реке, ладно, поставлю водяную мельницу. Куплю точнее. И следовательские гранты. Биржа. Я сейчас надо уголь покупать. Так, кто уголь продаст? Еще уран. Слушайте, Корея уран обрабатывает. И она готова его продать. Так, мы купим у Кореи уран и бросим в нее ее термоядерку. Какой-то такой план. Просто за один янтарь. Хм. Нет, мне надо однократно. Потому что через сколько-то ходов это все прилетит обратно в тебя, дорогая Корея. Ой, ладно, 200. Буду каждую копейку. Отлично. Так, я с галами хотел еще поторговать по-моему просто рессами. Хоть не осудил. И уголь у кого там дофига. Вот у Манса Мусы. Давайте ему алюминий попродаем, кстати. Не то, чтобы он мне сейчас сильно нужен был. Я не собираюсь самолеты строить. А вот электричество мне очень нужно. Стоим ждем. Хочу сейчас посмотреть, как тут таять лед будет. Сейчас будет переносить. Не, не. Мы углем не торгуем. Мы только покупаем. Вы уголь продаете? Вы углев продаете? Нет, только показываем. Грязненькое. Ну давай, тай лед. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. О, просто исчез. Просто исчезло. Ну, короче, надо еще один уровень, чтобы вот этот расставил. И тогда поплывем. Всемирный конгресс соберется. У меня вообще к эти... Играем на четвертой... На четвертом этом... Стихийных бедствий. Единственное, что было, вот тут вот этот вот один раз извергся, что-то тут порушил, и все. Не, реки не разливались. Нифига не было. Что-то совсем. А, нафига себе, рабочим пришел. Знаете что? Начинаю из столицы пускать чисто на производство внутренние города. Потому что мы откроем коммунизм. Там будут... Там будет карточка на внутреннее... На внутренние караваны. Так, сколько нам еще? Блин, было же 9 ходов. Ладно, читаем проект. Там, по-моему, такое ощущение, что османы тоже читают проекты. Морской порт куплю. Не, атомную не хочу. Атомную ставить не хочу. Ну, у меня есть на что уран будет тратить. Венгрия осудила шумеров. Страдала стихийного бедствия. Давайте поможем. Интересно, мы улетим до конца всемирной выставки. Ну, я там, по идее, должен лидировать, мне так кажется. Да. Потому что я сейчас дни проекты читаю на ученых. Так, буровая платформа это на воде. Рыбацкие судна больше еды дают. Слушай, у меня последняя теха в новом времени. А мы еще не не получили этого чувака. То есть ходов. Блин. Военная академия производства дает. Я бы купил все равно. Крички эпохи добавляются заодно. Так, вон сестония. Ничего не покупаем. Наверное, до коммунизма далековато. Центр вещей. Гидроэлектростанцию, кстати, надо бы купить за 880. Надо не забыть. Ну, потому что это дополнительное электричество. Блин, а я еще забыл. Совершенно забыл про Кардив. У меня в этих городах электричество, я бы не так много угля тратил. Блин. Реально, совершенно забыл про Кардив, ребята. И на производство внутренним городам отправляем. И контрразведка в промышленной зоне. Еще надо бы в моей ромашке разместить шпионов. Христос Искупитель. Пожар не у меня. Бригад приплыл. Хайс стоит. Просто минус 7 угля вход за электричество. Так, стоп. Еще я женю. Вот обратно. Непрямя, два, два посла. А женеву не перекупаю. Так много пастик в этой культуре. Все равно 6. Слушайте, мы так долго будем этого чувака получать. Да, пошли, наверное, в ядерный синтез. Чтоб сразу там термоядерку можно было открывать. Или как. Или в роботов, может. Пастбище плюс. Давайте в роботов. А, это все равно через лазеры. Ладно, тогда лазеры пока открываем. Женеву. 800. Она очень много мне науки дает. Плюс 15% сейчас очень круто. Так, продолжаем. Следовательские гранты. Следовательские гранты. Я коплю, чтобы... Хотя, может... Заодно купить уголь и денежек. Ну, мне 40 монет надо. Давайте у немца попробуем. У меня там угля 14. Я смогу 26 купить. Окей. 26 и мне нужно 40 монет. Фига у него алюминия. Ну, за янтарь, наверное. И мне 40 монет еще надо. Блин, а можно 40 монет? Чувак. Блин, может... Кстати, может пришло время... Ненавижу, как тут отмена сделана. Просто вот дико раздражает отмена... Договора. Что это не эскейп. Играя уже сколько лет, все еще раздражает. Так, 40 монет. Ну, например, если 50. О, работает. 30. Нет. 40. Нет. 45. Принимаем. Хочу быстрее купить гидроэлектростанцию. Плюс 6 энергии. Это очень неплохо. Наверное, минус 1 уголь будет. Так, пусковая шахта. Сейчас следующим ходом посмотрим. То есть было минус 11 до этого. Ну, кстати, я могу броненосец расформировать. Нафига он мне. А он потребляет уголь. Да, надо расформировать броненосец еще. Семь ходов. Было же 6. Нет, пропускаем. Хреновый флотоводец. Так, тут еще окончательно не растаяло. Нет. Давить и минус 9. Было минус 11, стало минус 9. Давайте еще броненосец расформируем. Вот это минус 1 на юнит, это броненосец был. Теперь он не будет потреблять уголь. И все в столицу, чтобы проекты космические быстрее строились. блин, я что-то думал, что мы этого ученого быстрее получим. Он так дорого стоит. мне просто не хватает. Я реально из-за исследовательских грантов я получаю больше науки. И таким образом я быстрее эти техи открываю в информационной эре, чем... сейчас я получу ускорение от этого ученого. Понимаете? Что-то вообще нету ни одного реализации, кто бы меня ненавидел. А-а-а, нет, давайте-ка я не буду дружить с Мали. Как и не буду дружить с Кореей. Так, пошли в робототехну. То есть, а смысл мне уже в этом ученом? Все по одному ходу открывается. Он пока... Ладно, перехода. Перехода можно подождать. А-а-а... Блин, я обязан его нанимать? Ну, я не могу того инженера пропустить. Я бы, конечно, хотел на... на улет инженеров получать. проверю, что у меня тут везде на науку стоит. Женеву еще никто не перекупил больше. Ну, я понимаю, что там уменьшаются иногда ходы на великого ученого опыта... А, стоп. Мне его просто выдали сейчас в руки очевидно того инженера. Ты, если его не берешь, то он в конце хода все равно тебе выдается. А тут все, компьютер занимается распространением религий. Ну, это... смешно. Так, вот тут мы можем поставить соседство промышленной зоны и кампуса. Центр коммерции гавани тоже хочется поставить. Наверное, уже когда коммунизм откроем. Потому что это будет производство от гавани. Центр коммерции это ладно. И давайте строевой устав. Тут уголь еще. У нас, правда, один всего лишь уголь. А может... А может науку с эти порты будут давать науку? Не. Накапливается на 25% меньше. Не, давайте тоже пока пропустим. Так, сколько будет у нас коммунизм открываться? Три хода. Отлично. Так, здесь у нас придет рабочий. это убрать, потому что я хочу тоже еще одну пусковую шахту сделать. Ши опять шесть ходов пишет. Гриндец. Зря, короче, я на этого ученого читаю. У меня такое ощущение. Просто не нужен. Так, там затопилось. Я открылась. Открылся проход. Блин, тут кахокия, правда, теперь мешается. да, хватит религиозные войны устраивать. Катя тут кахмир поехал, а тому кахмир, по-моему, дофига было обращено. Да, слушайте. Не, ну вряд ли он наш континентом. Вот свой кахмир обратил, я смотрю. Смотрите, тут ну вот Аравия только держится. А хотя и не свой, ну ладно, и свой он не особо сильно обратил. Ладно, терпимо. два хода. Пока. Два посла. кардив я никак не обращула. Будем для Женевы держать. Продолжаем. два хода это коммунизма. Это куча производства. Как раз запустим. Да, я просто не ожидал, что так долго у нас будет этот накапливаться ученый, честно говоря. Мать, я же Гильгамешу объявил войну. Ну вот смотрите, почему вот здесь, да, не застроено этот это счастье посмотреть. Корея вообще очень медленно расселялась. Мали зачем-то митлу захватил. Корея вообще очень мало городов поставила, хотя места у нее были отличные. Имхо. дает мне вот это интересно. А, стоп, подожди. А у нас есть какие-нибудь вот эти кахокию можно будет засоюзить, а кардив далековато, да? Я вообще конечно кардив бы засоюзил этой. А где кардив-то? Блин, проще надо быть вот так. Выберем его. Далеко плыть. Тем не менее, я все равно берем этого флотоводца и я в кардив поплыву. В таком случае дипломатическую победу проверим. Мне 5 из 20. Без шансов. я всего три технологии в итоге ускорю. Сколько плыть в кардив? 19 ходов. Я думаю, что это долго. Я думаю, что это долго, поэтому нам надо выбрать между Аншаном, Кохоке и Магадиша. Магадиша это не позволяет грабить ваши караваны, это мне нафиг надо. Кохоке просто позволяет Курганы Кохоке строить, тоже нафиг надо. А Аншан дает, по-моему, науку от шедевров, да, что мне тоже нафиг надо. короче. Давайте в Кохоке тут хотя бы у меня корабли проплыть смогут. Но вообще, конечно, немножко бессмысленный в итоге флотоводец. Ну а тут линкор предоставляет тоже зачем мне. Пишет один ход, но сейчас будет явно не один ход. Не верю, что мне сейчас его дадут. Осваны вон тоже читают. Да, блин, и Корея вон читает на него. Я думаю, что тут мне сколько-то веры будет достаточно, чтобы его купить наконец. Берем коммунизм. 640 веры. Покупаем коммунизм. Там на коммунизме у нас есть карточка коммунистическая. Вот внутренние торговые пути. Ставим. 45 науки от рационализма. Я думаю, не надо. Учетные банки можно заменить, потому что я как раз перебрасываю. О, дипломатия канонерок. Можно проплывать. А давайте эти. Можно сейчас через кахокию просто проплыть будет. Так, и здесь военную науку поставим. ну и содержание юнита, наверное. Книзим. 804 науки, зашибись. Так, теперь мы через кахокию совершенно спокойно проплываем. Поехали тогда этого в в в магадиши отправлю. Просто потому что здесь у меня вообще нету послов. Там есть три посла. А, у меня тоже три посла. Очень нельзя, куда мне этого мытью перри. Ну вот, имея бы вот этого, видите, сейчас заберут его все остальные. Карл Сага, почему тот так дорого стоил, спрашивается. В Канберре лунную экспедицию начинаем. Что вообще по производству в городах? Канбера второй Мельбурн. Тогда в Мельбурне проект Манхэттен. И здесь космическую гонку. давайте шпионов построим. Опять же в ромашку посажу, чтобы мне тут не разрушили ничего. Особенно дамбу. И вот в дамбу обязательно надо шпиона посадить. Иначе мне просто ромашку всю зальет. А второго шпиона в этот посажу. Вот сюда, чтобы он все вот эти районы вокруг держал. У меня двух шпионов могу построить. А все, всех ученых забрали. Тогда инженера пропускаем. Еще инженер должен быть на улет. По идее. Тут тоже шпионы делаем. в Баларте уже космопорт 12 ходов. В принципе можно построить. Я думаю вот сюда все-таки поставлю. Там слишком много еды дается. ну вот такая это получаю озарение для всех технологий. Немножко бессмысленно, конечно. Слишком много открыл уже тех. Так. Тут все через морские поселения. Значит в морские поселения идем. Че морские поселения просто так открываются? Давайте все-таки робототехнику сначала откроем, потому что она дает пищу пастбищам. Дает пищу пастбищам. Я знаю, почему у меня плюс три от формы правления. там по-моему это как-то зависит от форм правления на карте. Катя не помню про дипломатический капитал в зависимости от форм правления. А, просто дает дипломатический капитал независимо от просто это уже третьего уровня формы правления. Так, парня сажаем дамбу. 5 могу сюда давайте пятого. Я тут космопорт могу построить. мне тут жалко честно говоря. Пригороды нафиг нужны, у меня жилье куча, жилья куча. Не знаю, оказание помощи будем делать. Кемерную высовку я походу победил. Давайте поделаем, кстати. А, слушайте, я бы тут наверное космопорт поставил, а не шахту. Тут бы я поставил космопорт еще. Ну и нам еще робота нужно. Сколько он стоит в деньгах? Покупка робота 3000. Надо накопить на робота, потому что я кину ядерку в Корее и буду сразу города захватывать роботом. Блин, Женеву. Перекупает Женеву, у меня сразу серьезный минус по науке. Видите, еще и увеличились ходы на открытие. Так, лунная экспедиция. Тут наверное ничего не меняю. приходится копить всех. Посмотрите, блин, этот мали долбанный. Представляю, что могу еще одного один караван просто купить? нет, почему я 89 до сих пор висит? В чем можно обработать? Лес вырубить можно. Опять Женеву перекупили. Сейчас пока мое. Следующий проект строим с инженерами. Может мне а так я его типа забираю, да? следующий блин. А следующий как-то далеко. Кстати, надо посмотреть, что у нас тут с счастьем походу могу поторговать, да, надо надо, чтобы плюс пять было. Экстаз добавляет сверху процентном соотношении кучу всего. Меняем все. нефрит, нефрит, вино, меха. За три входа, нормально. Очень приятное предложение. и и вот у нас стало шесть довольства в городах. Экстаз это плюс двадцать процентов ко всему. опять же, небо перекупил. Блин, я лучше на Маликину, короче, я дырку. Он меня прям раздражает. 15 процентов вот эту ставим. Так, уголь заканчивается, надо уголь купить. и дальше методическую технократию через глобализацию. Сначала глобализацию, потом так. Блин, сколько там у меня влезет? 38. Нормально. Так, балансистон. Тут, значит, размещаем в правительственной площади. Еще одного мы строим. можно тут еще одного построить, кстати. Все на антишпионаж. не, тут я точно не думаю, что за два хода смогут меня догнать. так. здесь умные материалы и потом сюда идем. Опять же, не вода, ты прикалываешься просто. а больше я не могу засунуть. Сразу что-то сейчас не так много добавила. А, возможно, у меня, кстати, электричества не хватает. Надо раньше было уголь, надо покупать уголь тогда, когда, то есть у меня сейчас было два угля, тут минус 9, то есть он уже посчитал, что не хватает электричества. Сейчас у меня станет 800, если меня, конечно, не перекупят Женеву. Только Перикол где-то недалеко пиликает. 270 науки всего. Ничего не меняем. Я надеюсь, что я пропущу этого инженера, его возьмет Вавилон. Вавилон тоже читает проекты на инженера почему-то. А тут мы просто вырубаем, потому что это четвертого радиуса клетка. Вопрос к какому городу он относится. К Джелонгу, кстати, очень хорошо, потому что там сидит Магнус. Так, этого мы посадим я бы я бы в Канберу посадил в центральное просто место, чтобы еще и снизить возможность того, что могут выгнать губернатора. Так, оказание помощи вообще сильно мне добавляет? Ну, 205 в принципе. Почему нет? Продолжим оказывать посильную помощь. робота я собираюсь купить просто. Но опять же, когда уже буду кидать ядерки, потому что у него содержание три урана в ход. Давайте королевское общество зарядами можем ускорять строительство. Блин, в Вельбурне надо было проект Иви ставить, строиться. Я же уже ядерки могу. Я хочу термоядерку построить. Да что ты больше не спрашиваешь. Три раза уже спросил, хочу ли я с ним дружить. Перекупает у меня Женеву и такой типа давай дружить? Давай, давай. блин, как бы мне у меня два хода остается и надо бы так производство и пять процентов науки. Это надо бы поставить. Значит во-первых вот это к сожалению уберем удовольство, но в принципе мы его можем быстро восстанавливать. А во-вторых это пять процентов вместо дипломатии канонерок. у меня Амани кто-то тварь какая-то выгнала Амани. Метеоритный дождь вообще первый за игру вижу. Бима отвалилась. Это по-моему Индонезия получается поставила. Так значит здесь мы контрразведку в центре ставим а вот этого я бы сюда вот в канцелярию определил. Все шпионы в контрразведке сидят. не знаю кстати что мне еще рабочим сделать у меня все клетки обработаны просто. Ну пошли вот эти красители обработаем. Шпион не хочу космопорт уже в этом именно город давайте так подождите в Мельбурне операция Иви пять ходов Канберия запуск межпланетной экспедиции осталось шесть ходов да давайте показания помощи в выставке я победил вот в оказании помощи меня отпихивают надо не забыть что я еще 3000 коплю на робота и в общем-то не тратить деньги что там с инженером да вавилон кати прошлым ходом точно читал опять прочитал видите плюс 73 столы видимо уменьшается счастье поэтому мне плюс пять не везде плюс пять да только только в кондере плюс пять так что надо ресов купить которых у меня нету на счастье имею ввиду так вино есть нефрит есть оливки и мед так дальше еще какие-нибудь красители у меня дофига табак табак и алмазы и наконец нет гипс я уже торгую ртути нету два золота вход зарез который дает просто кучу резов кучу выхлопа от городов хлопок тоже не покупаю да конечно компьютеры это очень большой минус что компьютеры так я вот помню в пятой циве конечно ресы очень неохотно компьютеры продавали а тут за какие-то гроши просто нормальный век к сожалению от этого инженера отказываемся и магнуса до конца прокачиваем сейчас у нас мельбурн 109 конвера 175 и эту в канцелярию в дипломатический квартал всемирную выставку мы победили пробую еще просьбу о помощи ну использую сделаю магодиши зачем-то я бы конечно кардив но кардив слишком далеко находится просто чтобы уже этого великого человека использовать я надеюсь что Вавилон сейчас заберет инженера и мне сейчас выпадет на плюс 100% космической гонки потому что мне уже просто добавка к производству нафиг не нужна потому что я последний проект уже читаю просто давайте посмотрим хоть кто-нибудь кроме меня что-нибудь запускает мне Сулейман Александр вообще вообще абсолютно ненаучной цивилизации как такое может быть как они могут запускать вот это вот все давайте запретим вырубку леса запретить разрушение космопорта рвать ракеты строя сюда вообще наверное волью все свои дипломатические очки просто чтобы ну два очка себе так эти неважно и всемирные игры просто чтобы быть уверенным уже правда они могут промышленные зоны тогда ломать но это не так неприятно как космопорты так запрещают вырубку болота на два уровня нейтрализовать губернатора за какой-то бред проголосовали компьютеры пожалуй пожалуй ничего менять не буду в просьбе о помощи уже на первое место вышел неизвестно зачем блин королева дали может его тоже пропустить пускай кхмеры там или немцы берут нафига я просто уже достраиваю последний проект понимаете вот у меня запуск межпланетной экспедиции мне осталось только межпланетный полет межпланетной просто нельзя у меня уже губера строить робота не покупаю потому что мне пока не нужен еще раз повторю он будет требовать на содержание три урана в ход зачем мне такое такая радость я его куплю за ход до того как буду ядерку бросать чтобы сразу города кореи захватывать хотя конечно меня и мали раздражается своим ну опять так ну я думаю синтетическую технократию берем дальше коммунистическое наследие используем дальше так из экономических что мы поставим либерализм наверное республиканское наследие осталось музыкальная цензура нафиг надо разработки космической гонки ну давайте на уголь на всякий случай так что у нас еще здесь ушла конечно карточка на торговые пути от коммунизма внутренние ну что поделать можно еще вот гражданский авторитет мне кажется нам и так счастья хватит рационализм тоже счастья хватит да ну давайте пять процентов культуры на шпионов нафиг надо на вашей территории вражеских шпионов снижается вот эту криптографию еще поставим так все в женеву все мы всех моих послов отправим задолбало просто мали не знаю чем я подготовку спортсменов делаю хотя явно мы раньше закончим чем всемирные игры пройдут слушай александра ты сам-то сражаешься за свой народ вот по-моему больше всех вавилон воевал в этой партии александр я вообще не помню чтобы александр воевал по-моему с эфиопией он один раз воевал и все ну что это за война где где захваченные города все нам осталось только ускорять но только через два хода мы сможем это сделать поэтому строим термоядерки как раз два хода так следовательские гранты вообще можно убирать четыре хода ну и в джелонге давайте пять урана остается хватит на человекоподобного робота я напоследок всю эту планету в ядерный пепел превращу думали тут ха-ха так кто-то какие-то рок-группы уже стали свои концерты проводить но поздно поздно говняный инженер и союзы ты чё грек а он единственный с кем я дружу корее кстати союзов ни с кем нету блин с германией кхмерами так мне надо подружиться с германией чтобы она мне войну не объявила а с кхмерами да и с кхмерами можно всякий случай просьба о помощи еще одну окажу ой-ой-ой зря надо было покупать робота уже я сейчас смогу кинуть ядерку ладно куплю отложу на один ход чтобы сразу две ядерки бросить опять сказать чтобы он меня не спрашивал больше в реальном мире Америка бомбила Японию у нас Австралия будет бомбить Корею первая термоядерка есть я покупаю сначала робота пушка стоит так и начинаем ускорялочки запупыривать ну что готовы к запуску термоядерных ракет я надеюсь мне Корея не надумается тут утром мне одну всего ракету запустить достаточно уже будет то есть я вот куда-то сюда бросаю и наверное вот сюда вот эти не так уж все районы поломать сандок предупредил мансамуса за вмешательство в приятно вот купить уран у той цивилизации в которую ты бросаешь ядерку и мхом ничего не буду менять победил в просьбе о помощи тоже итак накроет два города всю игру ждал этого момента пыдыщ так я только сейчас заметил что у него тут стоит три юнита которые мне могут не дать пройти роботу прикол смотрите у меня робот проходит потому что у меня здесь поставлен горный тоннель который вот так вот грубо говоря связан с этим горным тоннелем я просто обхожу ну зашибись там вертолеты какие-то может мне титанчик на всякий случай купить 73 силы просто это не так против вертолета не так уж и много это свой вертолет куплю просто 99 уже норм так вторая ядерка термоядерка вторая термоядерка отправляется вот сюда и накрывает еще два крупнейших корейских города вот так живешь цивилизация выращиваешь ее к этому делу втекину две термоядерки и досвидос может инсан вполне обратно отпить там пт командой вертолет вертолет алюминий а я уже в войне женевы не нафига мне в женеву так первый посол попробуем кардив засоюзить так а давайте в культуре то что нам послов будет давать есть что-нибудь такое опера и балет две штуки культурное культурное наследие три штуки так сейчас все по очереди осудят осудят за то что я ядерку бросил но но он тут будет грабить он не может города с 99 силы захватить даже инсан не будет пытаться отбивать я смотрю она ну че может третью тогда на мали еще совсем скучно не было так еще два да наверное на мали бросим к сожалению три города не получается накрыть но я вот кумби солей и яне самые два больших три термоядерки соседям на прощание и полетим в бион торс за полистралию играть за хутаму красота да тут больно просто посидим внутри этим кенчжу захватываем просто роботы не получают урона от ядерного загрязнения а вот в центре не ремонтируется потому что ядерное загрязнение в центре нужно сначала рабочих сделать очистить центр от ядерного загрязнения только тогда можно будет что-то ремонтировать и строить начнут зайдем ячейка у нас давайте довольствие поставим все сейчас будут осуждать у тех которых хорошее отношение видите изменяется просто по очереди кто ходит сразу изменяется на неприязнь от неприятия сейчас у александра неприятного этого с дружелюбие нет ни змея у александра неприязнь да ведь из дружелюбия ушло просто толпы туристов да блин вообще мне тут ну хотя нет 15 туризма есть конечно но это очень мало для туристической победы против против кстати сейчас могут все войну объявить попробуем побольше влить так одинаково ни то ни другое не прошло не думаю что там все прям будут голосовать за точно корея может сильно влиться во все эти голосования но в какое-то одно не отобъявили все-таки войну и все с другого континента что ли ядерный кризис принят китай саладин мне венгрия с моей манса а также еще манса мусе объявил войну я забыл это я забыл ну просто по очереди собираю все города корейские ничего не может сделать ведут рабочий захватил рабочего так когда мы тут убираем загрязнение и а сильно лояльность они нормально дождемся чтоб появился дуболом и корпуса дуболомов гуляют по планете все еще им говорят может вы вертолетчиков переучитесь все-таки уже вертолеты вот у нас есть нет нет наши предки с дубинами воевали мы тоже будем никаких вертолетов вертолеты это для нетрадиционных дались нетрадиционной ориентации а мы настоящие мужики с дубинами только дубины или вы не толерантно к дуболомом относитесь кто это у нас умер строители это захваченные строители в том городе так то что я походу в следующем ходом улетаю ну да 20 из 25 и вход у меня 7 до следующим ходом финита ля комедия суть у меня самого дуболомы я гоню на корейца у самого дуболомы тут бродят по по территории не пойму откуда у меня эти рабочие честно говоря блин там надо было почистить так ван джун забираем кто венгер какой-то концерт устраивает какие-то хванчхи поприводил и как он называется хвачхи хвачхи поприводил который там стреляет болтами вслед ракетам австралии улетающим навсегда с этой негостеперийной плане ну давайте итог подводить в общем как видите австралия вообще изи цивилизация против компьютера кто-то может сказать что типа ну с тобой же мало воевали так у нее есть и способность на войну эти плюс сто процентов я даже его не абьюзил в этой игре видите никому специально это продание союзы мало создавали очень простая цивилизация с очень простыми понятными бонусами которых дофига извините компуса на плюс 8 плюс 6 просто так просто вот ни за что я даже специально видите не захватывал никого вначале чтобы показать что даже с маленькой территории мне кажется графики бессмысленно смотреть науку открою показать что это просто улетание какое-то больше ничего не надо ну и проезжал жалко нету графика по производству давайте вернемся на карту я просто возмущает что компьютер не все свои территории занял ну начнем с того что корея не умеет своей способностью пользоваться то есть наставила кампусов которые потом уменьшила выхлоп поставив вокруг каком кусов районы как это вообще нормально цивилизацию не научили собственными способностями пользоваться давайте посмотрим германию сделали германия вообще производственные площади с нормальным производством 5 для германии это мало блин вообще такое ощущение одно одна производственная площадь подождите промышленная зона эти посмотрим сколько у германии промышленных зон у цивилизации которые лучше просто район так чё-то он кто хреново показывает вижу вообще в германии что ли не показывает районы почему-то то есть он а пошита не промышленная зона называется сорян так ганза называется да моя ошибка просто посмотрим у него раз два три 4 5 6 7 8 9 10 12 на 13 городов и 3 ганзы серьезно 3 ганзы на 5 производства на 3 производства и найдут 9 единственная нормальная газа но это это скорее всего что эти каналы были то есть понимаете тут искусственный интеллект я не говорю что искусственный человек должен обязательно обыгрывать игрока меня в цире возмущает то что я не вижу что он вообще что-то делает что он как будто играет что тут типа есть как-то против меня то есть я не против что я в божестве побежали но видите когда я вижу корея ставит свои савоны и вокруг них районы которые уменьшают науку савонов и когда я вижу германию ставившую ганс 3 ганзы всего на 13 городов поставила на 3 производства на 5 производства но это означает что просто эти цивилизации но это когда те не умеющие делать ничего то есть я вот не верю что они так что они существуют грубо говоря практически не было воин опять никто никого не захватил в прошлой игре хотя бы там реально вынесли нидерланды до того как я их встретил тут вообще опять никто никого не захватывает ничего не делает александр на меня возбухает что я не воюю хотя сам нихрена не воевал всю всю партию я думал вавилон индонезию вынесет нифига ничего не произошло тебя все возможности для этого были где где вот развитие тех других цивилизаций по культуре хотя бы даже я по культуре вперед каким-то макар как я вот могу быть наравне по культуре когда тут у компьютера триста восемьдесят восемь триста тридцать две культуры я не понимаю как я почему они до середины игры более-менее помните там было даже у германии дофига науки и так далее а потом вдруг останавливаются как будто нихрена не делают почему вот никак не улучшены вот тут территории у кореи вот я захватил города вот тут ничего не улучшено у них на 80 процентов больше всего и там и производства и денег и науки все откуда это все девается я просто интересно почему так происходит ладно ваше впечатление как всегда и ваше мнение по этому поводу пожалуйста в комментариях спасибо что полностью посмотрели это прохождение на божестве следующая конечно же фа фашечка будет и я хочу и манкойн записать против компьютера просто сравнить вот human kind даже несмотря на всех их проблемы там есть ощущение что ты против компа что против компа он что-то реально делает и вот только будто он играет понимаете ладно все играйте умные игры всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока